Токсово Это сейчас Кавгаловский трамплин называют спящим гигантом. Ржавый советский исполин весом в 250 тонн уже больше 20 лет не используется. Все, дальше нельзя. Опасно. А ведь на момент строительства это 1956 год. Этот трамплин самый большой и современный во всей Европе. Уже 1961 года здесь проходят очень популярные международные соревнования, так называемые Кавгаловские игры. А с середины 80-х этапы Кубка мира по лыжному двоеборью. Собственно говоря, именно этот объект и сделал в советское время Токсово мировым центром зимних видов спорта. Вот и трое наших летающих лыжников, которые здесь тренировались, трижды долетали до олимпийских медалей. Причем и до бронзы, и до серебра, и до золота. Мы верим твердо в героев спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам, наши звонки и дать имена. 90-метровый трамплин был сердцем советской лыжной империи в Токсово. И это сердце перестало биться в конце 90-х. Илья Лебедев, директор школы высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта, тоже начинал здесь свою карьеру. Юниором тренировался на соседнем 60-метровом трамплине и уже готовился к первому взрослому прыжку. Мне было тогда 14 лет, в ту зиму как раз я уже готов был к 90-метровому трамплину, но мой тренер сказал, что давай мы не будем форсировать. Он не очень правильный, мы лучше поедем в другой город, там более, как сказать, такой комфортный 90-метровый трамплин и мы там начнем. И вот с этой зимы как раз, когда я начинал с больших трамплинов, он и прекратил свое существование. Обидно было? Ну, я на нем очень хотел, как сказать, уже вроде как созрел и говорил, что я хочу прыгнуть с большого трамплина, но тренера, конечно, чуть придержал, в тот момент мне было обидно и грустно. Закрытие Кавгаловского трамплина стало своеобразной точкой обратного отчета. Через пару лет перестали использоваться лыжные трассы, импульс и полигон, Андреевский склон. И когда Мекку ленинградских горновыжников застроили коттеджами, зато остался северный склон. Теперь здесь база отдыха, гостиница, современное оборудование, ухоженные трассы. Иногда на лыжне даже можно встретить легенду советского спорта. Примерно на 70 метров обогнала финскую лыжницу на первом этапе Любовь Мухачева. Любовь Мухачева, чемпионка Олимпиады 72 в Саппоро, живет неподалеку. Уже на пенсии перебралась поближе к родной лыжне. Вспоминает, как тренировались в Токсово перед главным стартом в карьере. Трассу для тренировок готовили сами. Никаких специальных машин тогда не было. Я шагаю неровно, а снег-то проваливается. А вы за мной идете и на эти бугорочки наступаете. То есть уплотняю все. Чтобы продавливать ее, чтобы она была ровная. Сначала просто пройти туда-обратно. И вот сама лыжня готова. Потом еще раз появилась отдельная колея для палок, чтобы не проваливались. Дальше еще раз уплотнить боковым шагом. И только потом можно начинать тренировать технику и скорость. Но, конечно, не все сразу. Разумеется, любовь Мухачева была победительницей и тех самых Кавгаловских игр. Атмосфера была особенной. На Олимпиадах наших болельщиков практически не было. А местные часто болели за лыжников из капиталистических стран. Здесь же посмотреть на захватывающую гонку на выходных съезжался весь Ленинград. Знаете, сколько народу на трассе было? Что я там очень тяжелый подъем был один. Что я не чувствовала снега под ногами. Вот вы сказали, не чувствовала снег под ногами. То есть вы не слышали, как снег скрипит от крика. Потому что орали все, да. Вот серьезно. Ну, народ болел. Еще одна точка на советской карте Токсова. На месте этого пустующего ныне склона раньше была Санна-Бобслейная трасса. Конструкция напоминала небольшую узкоколейную железную дорогу. Снаем, победить сможем, если совершим чудо. Пронзовый призер Олимпиады 88 в Калгари Юрий Харченко тренировался здесь юниором. Даже спустя 50 лет помнит каждый изгиб той трассы. Сегодня о ней почти ничего не напоминает. Деревянные шпалы сгнили. Рельсы растащили в 90-е. Остались разве что ржавые ворота при въезде на базу. Да один прожектор. Она была примерно на высоте, как сейчас эта береза. Примерно 4 или 5 этажей. И оттуда была такая мужская эстакада. Она такая длинная была. Метров надо 40 или 50 длиной. И она пошла вот туда? Да, туда приходила. В длинный в первый раз туда уходила. Здесь обычно, когда были нью-йоркские соревнования, старт был отсюда. Здесь была куча саней лежала. С родителями приезжали? 14-15 лет. Да нет, а мы сами в те же времена же не было такого, как сейчас, что все с родителями, все прочее, с охранниками какими-то еще. А мы сели себя в автобус, да поехали на соревнования. Я могу сказать, что когда уже стало это все затихать, когда я готовился в 91-м году, трассу, может, еще что-то лепили, но уже все угасало. А потом, когда вот самый второй этаж этой базы сгорел, вот, и все, и база умерла. Масштабы советского феномена Токсова сегодня можно оценить только по кадрам хроники. В наши дни эта территория больше похожа на лоскутное одеяло. Где-то на месте тренировочной базы построили гостиницу, где-то бывшую лыжную трассу пересекла автодорога. Некоторые участки земли заняла жилая застройка и садоводство. Но надежды на возрождение мирового центра по зимним видам спорта все-таки есть. Для этого сначала нужно запустить то самое сердце, которое остановилось больше 20 лет назад. На месте ржавого кавгаловского гиганта через 2-3 года должен появиться новый современный 90-метровый трамплин. Запланированы работы, сейчас ведет проектная работа, и трамплин будет, тренироваться будет. Действительно, надо признать, что сейчас у нас не самое лучшее положение с трамплинами, но в то же время мы работаем над этим, мы понимаем, что к 2024-2025 году этот вопрос будет решен. Конечно, с советской эпохи многое изменилось. Токсово и сегодня очень популярное место, но уже без тысяч болельщиков и звезд мирового спорта. И от этого немного обидно. Но нельзя забывать о главном. Нам и в 21 веке нужны новые спортивные объекты. Многие чемпионы уже начинали здесь свой разгон, в Токсово, под Петербургом. И важно, чтобы следующие поколения продолжили этот полет. Александр Лисицын. Пульс города.